Добрый день, друзья! Шел уже черти какой день карантина, уже даже я сбилась со счета. Сегодня 30 марта. Решила записать это видео для того, чтобы рассказать вам свои мысли по поводу всего происходящего. Сначала сразу хочу взять за цитату одного известного политика такую фразу, как «Дайте мне средства массовой информации, я из любого народа сделаю стадо свиней». Что я вам хочу сказать по этому поводу? Много информации, много всего льется на нас из телевизоров, газет, соцсетей и всего-всего. Нельзя всему верить. На самом деле все эти средства массовой информации в руках тех людей, которые правят миром, страной, неважно кем. Ясно, что это непростые рабочие и крестьяне. Поэтому в средствах массовой информации вы будете видеть то, что хотят, чтобы вы видели. Для чего я записываю это видео? Для того, чтобы дать вам понять, что надо всегда думать и фильтровать то, что вы читаете. Не дайте сделать из себя биомассу, которая хавает все подряд, как бы грубо это ни звучало, но то, что вам кидают. Дальше по поводу вируса. Что я хочу сказать? Да, вирус есть, безусловно. Не будем вдаваться в подробности, придуман он кем-то или он случайно появился. Я думаю, что это обычный вирус, который бывает каждый год. Но в этом году кому-то очень выгодно правильно им воспользоваться, использовать этот вирус, эту ситуацию в своих целях. Да, болезни – это вещь плохая. Но каждый год есть болезни, каждый год есть вирусы. Какой-то год они сильнее и страшнее, какой-то год они поспокойнее. В этом году, на самом деле, может быть, он не намного страшнее, чем в какие-то другие года. Но в этом году выгодно осветить его с такой стороны, чтобы казалось, что ну вот все, мы все умрем. Кому это надо и для чего это надо? Я думаю, что сегодня не первый день вируса. И уже все давно начитались разной информации, экономической, политической и что происходит вообще в мире. И как идет раздел всего и вся. Да, поэтому выводы делайте сами. Я не берусь никаких делать выводов и ничего судить, потому что я не экономист, и я не политолог, и тем более я не врач. Поэтому у меня просто есть несколько вопросов, ответы на которые я не нахожу, и которые для меня подвешены в воздухе. Например, такие, как я общаюсь со многими людьми, которые здесь живут в Испании, и вообще в Европе, и не только в Испании. Когда я задаю очень неуместный и, как многие считают, и неудобный вопрос, как истерят в соцсетях по поводу, спрашивают, есть ли кто-то из ваших знакомых, которые заболели именно коронавирусом. Все сразу начинают ой-ой-ой, как можно такие вопросы задавать, кощунство и все такое. Я не считаю, что это кощунство, я считаю, что это надо спрашивать в такой ситуации, как мы сейчас все находимся. Дальше. Какие выставляются фотографии и видео в соцсетях? Ни подписанные, ни достоверные, нигде не уточнены оригиналы, где это взято. Уже сейчас стало много вылазия в данные, фотографии, видео сфальсифицированные, и что это все отфотошоплено, и что это взято, вырвано из контекста. Любую информацию всегда можно вырвать из контекста. Это вам скажет любой, даже не журналист-человек. Итак, можно выйти во время сиесты обеденной и показать, ой-ой-ой, все магазинчики закрыты, все лавочки маленькие закрыты. Какой ужас те, которые возле дома. А можно выйти после обеденное время и показать, что магазины работают, все продукты есть, маленькая частная лавочка, вот овощная у нас работает. Все в полном ассортименте, выставлено на улицу. Можно сказать, ой-ой-ой, смотрите, какой большой торговый центр, все закрыто, магазины в Испании не работают. Посмотрите, ролеты опущены. А можно обойти по стрелочке с другой стороны, зайти в магазин и показать, как люди моют руки, как выдаются перчатки, как полностью все прилавки, все заполнены продуктами, и нету дефицита вообще ни в чем. Ни в овощах, ни в мясе, ни во фруктах, ну вообще ни в чем. Можно показать прилавки. Ой, смотрите, пустые прилавки, ничего нету, пусто. А на самом деле это я сняла самое дешевое бухло продано и чипсы. Понимаете, как хотите. Можно показать вот картинку, что люди гуляют себе, посмотрите, сколько людей по пакту спокойно проходится. А можно сказать, ой, посмотрите, все детские площадки закрыты. Какой ужас, какой страх, школы, все прям пусто, прям зомби-апокалипсис. Поэтому всегда надо читать все как бы целиком, а не отдельно какие-то цитаты и фразы, или вырванные фотографии из каких-то событий давних лет, которые сейчас преподносят в этом свете, потому что кому-то сейчас это надо. Да, я не спорю, вирус существует. Да, люди болеют. Да, надо себя беречь. Надо соблюдать карантин, раз его ввели. Во-первых, потому что это всегда безопасно. Карантин, есть карантин. И сколько я жила в Одессе, и мои дети 10 лет учились в школе, у нас каждый год в школе был карантин. Каждый год мы после зимних каникул выходили в феврале, в начале, а то и в середине февраля, в зависимости от года, выходили дети на учебу. Потому что всегда говорили, что мы приближаемся к эпид-порогу, поэтому лучше пересидеть. Все всегда сидели дома. Поэтому почему такой всплеск этого карантина и такое отношение к нему именно сейчас, именно здесь, в Европе, тоже вопрос, над которым надо задуматься и почитать, и поискать. Дальше, следующий вопрос, который меня беспокоит, на который я не нахожу ответа. Почему, когда здесь, в Мадриде, в Испании, начался этот всплеск заражений, почему сразу, в первый же день, не приняты были меры, такие, как не селить подозреваемых, которые заразились коронавирусом, с подозрением на корону, да, почему их стали в обычные госпиталя помещать. На самом деле все уже знали о эпидемии, да, уже она какая колоссальная в Италии была и в Китае. Почему сразу нельзя было, если нету средств и возможностей построить госпиталя, так как это делают быстро, там в Китае, да, сделали. Почему не выделить какие-то помещения, такие, как, например, через 10 дней уже решили выделить. Эферия Мадрид, это отдельные такие колоссальные ангары, где проводят выставки международные. Сейчас же нашли возможность туда людей поселять. Почему сразу этого не делали, почему уложили людей, которые были с подозрением на корону, почему их селили в общие, помещали в общие больницы, госпитали, где лежат люди обычные с язвами там и с сердечными приступами. Для меня это большой вопрос. Все-таки это Европа, все-таки это не какая-то отсталая страна, где нет возможности или нет умных думающих людей. Я думаю, что здесь в правительстве и те, кто занимается здравоохранением, я думаю, здесь грамотные, разумные люди. Дальше. Я не к тому это говорю, что я осуждаю плохая медицина или еще что-то еще. Нет, я говорю к тому, что как можно было бы это сделать, и как бы это приходит в голову, такие мысли приходят в голову людям, не надо быть с высшим медицинским образованием, чтобы к этому прийти, до этого догадаться. Тем более люди, которые там на верхах этого всего, я думаю, что они намного ж умнее, чем мы. Следующий вопрос, который тоже у меня в воздухе повес, почему, когда звонят, ну, когда звонишь по телефону с какими-то симптомами, да, говоришь, там, заболел, простыл, вот объясняешь, там, кашель, сопли, ну, неважно, температура, да, рассказываешь, какие у тебя симптомы. Пусть это даже симптомы не классического коронавируса, который сейчас уже, да, объявили какие там у него симптомы, сразу ставят диагноз, что это корона, без всяких тестов, без выездов, без ничего, просто по телефону. Мало того, присваивают номера. У меня знакомому присвоили номер. Он позвонил, объяснил, какие у него симптомы, ему сказали, ваш номер 13800 там какой-то 62-й. Что это за номера? Это номера, которые пойдут в статистику, которые нам с вами потом объявят. Откуда берется эта статистика? Ну, вот так по телефону. Причем присваивают номера и ставят, ну, так сказать, диагноз. Это, конечно, не диагноз, но такое заключение дает человек, который сидит на телефоне. Это вообще не врач и не медработник. Это обычные операторы телефонные, которым дали такие указания и полномочия, да, вот, ну, такой протокол, как себя вести. И еще такой один момент тоже, который меня вызывает, очень большой вопрос по висшей воздухе. И еще две недели, или не десять назад, ну, почти в самом начале карантина, там где-то через пару дней, начали выставлять в соцсетях такие объявления от правительства или, ну, от государственных служб, что не хватает людей в больницах, в госпиталях, не хватает людей для того, чтобы помогать поступающим больным, что очень много больных. И, в общем, нужна любая помощь, как медицинская, так и просто уборщиков обычных, санитаров, в общем, любое. И берут на работу, как типа волонтерами, но это не волонтеры, потому что их берут на контракт, легализуют и дают зарплату. И людей, как с медицинским образованием, не амальгированным в Испании, а в других странах, например, если вы медработник, ну, здесь вы не доказали, да, что вы медработник, то вас возьмут на работу, там, каким-то помощником, приближенным к врачу, да. И также любых людей, которые просто вот, ну, убирают, там, смотреть за больными, я не знаю, что там надо делать. В общем, у меня уже очень много знакомых, как и я в том числе, написали туда заявку. Они, у меня знакомые девочки, которые имеют высшее и не высшее медицинское образование в своих странах, России и Украине, они написали, там идет один специальный имейл для медработников, а другой, который не имеет диплома медицинского. Написали и туда, и туда, ответа, неделя, 10 дней, но никакого ответа нет. Почему? Я думаю, что, наверное, если бы такая острая была необходимость в этих людях, наверное, эти заявки бы рассматривались, ну, как-то это, наверное, по-другому. Берите всех подряд, а там уже на месте смотрите, какой человек может оказать помощь, чем он может быть вам полезен в данной ситуации. Ну, как-то вот это все подвешенное состояние меня наводит на мысли, что как бы не такая эта эпидемия страшная, как они говорят. Потому что если бы она была такая страшная, наверное, решались бы вопросы, все бы это принималось быстрее. Вы можете сказать, что людей не хватает? Да, людей не хватает, но с другой стороны, смотрите, сколько организаций сейчас сидит дома и не выполняет свои обязанности, которые сидели в разных офисах, которые принимали людей, которые приносили какие-то документы, резиденции, беженцы, все что угодно. Очень много людей на самом деле, которые занимаются такой работой. И эти сейчас люди сейчас сидят дома, работают удаленно, но что-то они могут делать удаленно по интернету, но они не принимают же людей, да, офисы же физические закрыты. Значит, сколько людей может быть свободно? Да, это все люди могут быть кинуты там на какую-то обработку информации, на что-то такое. И тем не менее, так острая необходимость такая есть во врачах и просто в помощниках, и их не могут рассмотреть в течение 10-15 дней. Извините, сначала карантин дают на 15 дней, а с другой стороны 15 дней только рассматривают возможность помощников. Ну, как-то мне это очень непонятно. Вот, ну и в общем, очень много у меня вопросов, но эти вопросы все пока висят в воздухе. Я что решила, я буду записывать видео, так как мы выходить особо не можем, ничего нигде встречаться мы не можем, ничего записывать интересного. Я буду встречаться с людьми по скайпу, по видеосвязи, с людьми, которые живут в Мадриде, ну, конечно, это будут русскоязычные, но которые живут в испанских семьях уже, которые имеют гражданство, которые живут здесь очень много лет, имеют кучу друзей, знакомых, родственников. И буду просто спрашивать, как у них обстоят дела, как обстоят дела у них в кругу семейном, что они могут рассказать. Просто свое мнение, и плюс мнение их, как каких-то специалистов, ну, в своей области, да, под призмой их профессии. Что вообще по этому поводу думают, как вообще мы будем из этого всего выходить, как это будет отражаться на экономику, на психическое здоровье людей и на все-все-все. Вот видео я это записала для того, чтобы, не для того, чтобы что-то разоблачить или с кем-то спорить и что-то доказывать. У меня есть свое мнение, как бы я его придерживаюсь, но я его записала, это видео для того, чтобы вам всем дать понять, чтобы вы не глотали то, что вам дают, не раздумывая. Я призываю вас всех к тому, чтобы вы думали, анализировали, читали источники, первоисточники, читали какие-то ученые статьи, читали, что говорят действительно ученые, эпидемиологи и все, кто с этим связаны. И читали всякие экономические тоже статьи и выводы именно известных, грамотных людей. И чтобы вы из них делали выводы, чтобы вы смотрели, что происходит у вас вокруг, с вашими соседями, с вашими родственниками, с вашими друзьями. И все это, чтобы вы собирали в одну кучу, делали вывод и не делили все на черное и белое. Правда, она всегда где-то посередине, она всегда где-то рядом. Если вы человек с интеллектом и здравым умом, вы ее всегда найдете. Не до конца. Все правды мы, конечно, не узнаем, но какие-то выводы мы можем делать, это в наших силах. Ну вот и все, что я вам хочу сказать. Позитива больше всем, оптимизма. Все мы переживем. Ни один вирус еще нас, человечество, не победил. И я думаю, это тоже такой же. Главное, как мы с этим всем справимся и чем мы будем заниматься после. Всем желаю здоровья. Берегите себя, своих близких. Не паникуйте. И adios.